Hola amigos, bienvenidos. На сегодняшнем уроке у нас будет очень важная тема, которая нам поможет с описанием нашего дома и не только. Тема называется «Предлоги места». Las preposiciones de lugar. Vamos a empezar. Итак, давайте начнем разбираться. Предлоги будем изучать с картинами с помощью «el perro» – «собака» и с помощью нашей «la cama» – «кровать». «La cama del perro». На русском мы бы сказали «лежанка» – «собака». В данном видео главный вопрос будет «Donde esta?». Где находится? «Donde esta el perro?». Для нас это уже знакомый вопрос. Первый предлог будет «a la izquierda de», «a la izquierda de», «a la izquierda de», то есть переводится как «слева от», а второй предлог будет «a la derecha de», «справа от». В данном предлоге мы обязательно используем предлог «de», «at», «at чего», «справа от чего». Por ejemplo, у нас есть картинки «собаками» и «лежанка». И у нас есть «el perro está a la izquierda de la cama». «el perro está a la izquierda de la cama». «Собака находится слева от кровати». «А во втором, «a la derecha», «el perro está a la derecha de la cama». «Собака находится справа от кровати». То есть у нас есть «i mano», «la mano», «ruca», «la mano derecha», «la mano izquierda». Следующие предлоги места – это «enzyma de», «na» или «nat». Но для того, чтобы говорить «na» или «nat», существует три разные предлоги, которые указывают «на поверхности». Такие предлоги есть «enzyma de», «sobre» и предлог «en». Они все три одинаковые, синонимы используются одинаковые. Давайте посмотрим примеры. «El perro está encima de la cama». «El perro está encima de la cama». «Собака лежит на кровати». С предлогом «sobre» «el perro está sobre la cama». «El perro está sobre la cama». То же самое переводится. «Собака лежит на кровати». И с предлогом «en». «El perro está en la cama». «El perro está en la cama». «Собака лежит на кровати». То есть они три используются одинаковые, означают одинаковые. Возможно, в других контекстах «sobre» и предлог «en» используются по-другому. Но это уже зависит от контекста. Следующий предлог будет наоборот. «Debajo de». «Debajo de». Переводится как «под». «El perro está debajo de la cama». «El perro está debajo de la cama». Предлог «de» нужен нам для того, чтобы связать предлог «место» с объектом, относительно которого мы располагаем на наш предмет. Поэтому мы обязательно его используем. «El perro está debajo de la cama». «Debajo de la mesa». Также существует предлог «wajo». «Wajo» переводится также как «под». «El perro está debajo de la cama». «El perro está debajo de la cama». «Собака под кроватью». Они являются синонимами. Мы можем использовать либо «debajo de», либо «bajo». Но с «bajo» мы не используем предлог «de». Следующие предлоги это «delante de», «перед», и наоборот «detrás de», «sa» или «sadi». Давайте посмотрим «delante de». «Delante de», «перед». «Por ejemplo». «Dónde está el perro?» «Иде собака». Мы отвечаем «el perro está delante de la cama». «El perro está delante de la cama». «Собака находится перед кроватью». Отлично. Я думаю, что с ним все понятно. «Перед кроватью». «Перед кроватью». «Абафтарой» «detrás де». «За» или «саде». «El perro está detrás de la cama». «El perro está detrás de la cama». «Собака находится с кроватью». «The first, я думаю, что с ним все понятно». «Собака находится перед кроватью». Estoy delante de la cámara. Я перед камерой. Отлично, поехали дальше. Следующие предлоги это cerca de. Cerca de. Переводится как рядом от, рядом, cerca de. Por ejemplo, el perro está cerca de la cama. El perro está cerca de la cama. Собака находится рядом, кровати. Сетым предлогом также мне объясняет используя предлог de. Cerca de. А если наоборот, то мне используя предлог места lejos de. Далеко от. Лежos de. Por ejemplo, el perro está lejos de la cama. El perro está lejos de la cama. Собака находится далеко от кровати. Но обратите внимание на то, что еще существует синоним для cerca de. И будет al lado de. Al lado de. Переводится тоже как рядом или близко. Также может означать что-то как фактическая соприкасаемость страна. Я бы сказал, что al lado de это ближе, чем cerca de. Например, el perro está al lado de la cama. El perro está al lado de la cama. Al lado de la cama. Собака находится возле кровати или близко к кровати. Давайте еще обратим внимание на то, что как произносится al lado de. Поскольку у нас есть буква el, они близки, al, и следовательно начинается lado. Для нас кажется, что это один из звук, один el. Al lado. Al lado de. И это мы часто делаем на испанском языке, потому что мы быстро разговариваем. И для того, чтобы не разделить каждое слово, мы произносим одно и то же. Al lado de. Медленно. Al lado de. Если быстро. Al lado de. Отлично. Я уверен, что у вас со временем получится. Следующая предлога это en frente de. En frente de. Будет как напротив. En frente de. Por ejemplo. El perro está en frente de su amigo. El perro está en frente de su amigo. Собака находится напротив своего друга. En frente de. Именно напротив. Лицо к лицу. Очень часто в испанском языке используются одинаковые так и delante de и enfrente de. То есть можно иметь неодинаковое значение, но можно использовать одинаково. Следующие предлоги это entre. Предлог entre. Entre. Между. Собака находится напротив своего краватчо и синяя краватчо. El perro está entre la cama morada и la cama azul. El perro está entre la cama morada и la cama azul. Собака находится между фиолетовой краватчо и синей краватчо. С данным предлоги нам очень важно сказать между чего и чего находится. Собака находится напротив своего краватчо. Например, между la cama morada и la cama azul. Между чего-то и чего-то. А также мы можем использовать «en el centro de». «En el centro de». Переводится как «центре». Por ejemplo, «el perro está en el centro de las dos camas». «El perro está en el centro de las dos camas». Собака находится в центре двух краватчо. Они переводятся одинаковые или означают «одинаковые» – «en el centro», 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 «en el centro». Поехали дальше. Следующие предлоги мы будем объяснить с помощью картинка, с помощью «el gato» и «el pez». «El gato», «en el pez», «en el pez», «en el pez». Следующий предлог будет «fuera de». «Fuera de». Переводится как «снаружи». «El gato está fuera de la pezera». «El gato está fuera de la pezera». Кошка находится снаружи аквариума. То есть не внутри, а снаружи. А если наоборот, то мы используем предлог «dentro de». «Dentro de». Переводится как «внутри». «Por ejemplo», «el pez está dentro de la pezera». «El pez está dentro de la pezera». Рыба находится внутри аквариума. Но также мы можем использовать еще предлог «en», для того, чтобы указать «внутри». «Por ejemplo», «el pez está en la pezera». «El pez está en la pezera». «Riva» в аквариуме. И переводится одно и то же. «Dentro de» или «en». Уже от вас зависит. Итак, мы ознакомились со словом «pez». «Pez», «el pez», «el pez». «Riva». «El pez» в единственное число «los peces», в множественном числе. «Ceta» меняется на буква «c». «Los peces». «El pez», «los peces». «Отлично». «И последний предлог мест» «Это «alrededor de». «Alrededor de». «Вокруг». «Por ejemplo», «el perro está alrededor de la cama». «El perro está alrededor de la cama». «Собака» находится вокруг кровати. «То есть где-то рядом». «Но это не рядом, мы используем «alrededor», «вокруг». «Ну что, пришло время попрактиковаться». «Теперь пришла ваша очередь отвечать на вопросы». «Перед вами будут картинки, и вы должны отвечать где они». «То есть donde están?». «Пожалуйста, поставьте видео на паузу, затем я расскажу правильный ответ». «Маос». «Перед вами, «а», «донде» «эста» «эль перро». «Данным ситуация у нас есть три варианте». «Эста» «эн» «ла сия», «эста» «собре» «ла сия» «и» «пас летняя» «эста» «энцима» «дела сия». «Три варианте». «Помните три варианте для того, чтобы казаться на паффернности». «Сигэнте», «b». «Донде» «эста» «эль гато». «Данным вопросом тоже существует три разные ответы. «Эль гато» «эста» «собре» «ла меса», «эста» «энцима» «дела меса» «или» «эста» «эн» «ла меса». «Следующее», «C». «Донде» «эста» «эль гато». «Правый ответ» «будет» «эста» «detrás del ordenador». «Следующее», «Д». «Донде» «стан» «эль перро» «эль гато». «Окей». «Им и правый ответ» «будет» «эль перро» «эста» «detrás» «del armario». «A кошка», «эль гато». «Eль гато» «эста» «эн» «эй ль padănо» « ambos». «Эль гато» «эHO» «эл гато» «эль гато» «эл гато» «эль гато» «эн», «эль армарём». «En la cama» или «Encima de la cama». «Y el gato está debajo de la cama». «El gato está debajo de la cama». Siguiente, la letra «F». «¿Dónde está el perro?» «Está delante del cuadro». «Delante del cuadro». «La siguiente». «La letra «G». «¿Dónde está el gato?» «Para Bernadette, el gato está detrás de la cómoda». «Detrás de la cómoda». «Letra «H». «Dónde están el perro y el gato». «Para Bernadette, el perro está a la derecha del televisor». «Y el gato está a la izquierda del televisor». «La siguiente letra «I». «¿Qué es el perro?» «Está al lado de la cómoda». Летра «J» «Дónde está el armario?» Правильный ответ будет «Está entre los gatos». «Está entre los gatos» или «en el centro de los gatos». Два правильные варианты. La letra «K» «¿Dónde está el perro?» Правильный ответ будет «Está delante del perro». «¿Está delante de la radio?» Следующая, la letra «L». «¿Dónde está el ratón?» Правильный ответ будет «Está debajo de la mesa?» «Está debajo de la mesa?» La siguiente letra «M». «¿Dónde está el ratón?» «¿Dónde está el ratón?» Правильный ответ будет «Está cerca del televisor». «Está cerca del televisor». «Muy bien, amigos. Отлично, друзья. Я надеюсь, что вы обязательно повторяете вот эту тему. И это все. На сегодня это все. И демонauf pueda вернуть этотalen sentence. �� salsaる». «Диальный ответfour» «Инь у嘴험» «Иен, вная все. Най-лайkę». Субтитры создавал DimaTorzok